Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. А пока вы будете смотреть их, я вам немного расскажу об этом удивительном месте и что нужно знать перед посещением пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. А вы напишите, кто из вас хотел бы совершить хадж и посетить пророка, мир ему и благословение Аллаха. И если вас, иншаллах, Всевышний позовет в хадж, то не забудьте, посетив пророка, мир ему и благословение Аллаха, передать салам, приветствие и от нас. Этика посещения могилы пророка, мир ему и благословение Аллаха. Первое. Перед тем, как отправиться в мечеть пророка, мир ему и благословение Аллаха, желательно искупаться, постричь волосы и ногти, надеть лучшую одежду и надушиться. Второе. Желательно раздать милостыню, садакка. Третье. У ворот мечети стоит покаяться, попросить сердцем позволения войти. Четвертое. Входить нужно с правой ноги и при этом читать дуа, которую желательно читать при входе и в другие мечети. Пятое. В мечети следует совершить намаз в тахият. Два ракаата. В первом после Фатихи читают суру Алихляс. Во втором – суру Алькаферун. Желательно совершить его возле Равзы. Если это затруднительно, то лучше выбрать свободное место и не мешать другим людям. В таком случае воздаяния будет даже больше. В хадисе говорится, если эту мечеть расширят и до Санны, и то это будет моей мечетью. Лабайк. 192. Санна – это столица Йемена. 6. Завершив намаз, желательно сердцем и словесно воздать хвалу Всевышнему за благо и просить принять Зиарат. 7. После совершения тахията проходят перед почтенной могилой и, повернувшись лицом к ней и спиной к Каабе, встают на расстояние двух метров, четыре локтя от стены. Закрыв глаза, смиренно и тихо приветствуют посланника, мир ему и благословение Аллаха. Важно не отвлекаться на украшения. 8. Если нам было поручено передать салам пророку, мир ему и благословение Аллаха, то нужно назвать имя и сказать, что такой-то передал салам. 9. Затем, перейдя на 50 сантиметров вправо, приветствуем Абу Бакра, Р.А. Его голова находится приблизительно за плечами пророка, мир ему и благословение Аллаха. 10. Затем, перейдя еще на 50 сантиметров вправо, приветствуем Гумара, Р.А. 9. Делаем дуа нашим родным, близким и себе. Желаем добра, счастья в обоих мирах. 10. Просим о приближении ко Всевышнему, о заступничестве в судный день, шафаат. 10. После того, как повернувшись к Абби, но не спиной к пророку, мир ему и благословение Аллаха, читаем. «О мой Аллах, Ты сказал Твое слово истинное». Смысл аята «Если они, когда согрешили и притеснили себя, пришли бы к Тебе и попросили бы прощения у Аллаха, и если и пророк просил за них, то они нашли бы Аллаха больше смывающим грехи и больше принимающим покаяние и очень милостивым». 10. Сура 4. Аят 64. Сердце должно быть переполнено любовью к пророку, мир ему и благословение Аллаха. Надо вести себя так, будто он, мир ему и благословение Аллаха, жив, видит и слышит, что мы говорим. Об этом в хадисе пророки живы в своих могилах и совершают там молитвы, передал Байхаки. В книге Ар-Рух Абу Абдуллаха Аль-Куртуби, да будет доволен им Аллах, пишет. Существуют достоверные передачи от пророка, мир ему и благословение Аллаха, в которых говорится, что тела пророков не подвергаются разложению в земле, и что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время Алла-Лату-Лисра, ночное перенесение в Иерусалим, встречался с пророками в Байтуль-Мукадис, мечеть, и на небесах. В частности, он встречался с Мусой, мир ему. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также сообщает о том, что ответит он салямом, приветствием, всякому, кто его приветствует. Он говорит также и о других вещах, кои в сумме обеспечивают несомненную уверенность в том, что смерть пророков означает лишь сокрытие их, так что мы не можем их видеть, даже если в действительности они живы и обладают бытием. Это подобно тому, как не можем мы видеть очами своими ангелов, в то время как они живы и существуют. Необходимо соблюдать этику. Поэтому проведение руками по могиле, поцелуи, громкие разговоры, отвлекание на узоры является неуважением к пророку, мир ему и благословение Аллаха. Всевышний Аллах не создал никого и ничего достойнее пророка Мухаммада. Мир ему и благословение Аллаха. Имам Малик, да будет доволен им Аллах, будучи в Медине, не ездил верхом. Он говорил, что стесняется топтать копытами животных землю, по которой ходил посланник. Мир ему и благословение Аллаха. Прежде чем рассказать хадис, имам Малик, да будет доволен им Аллах, купался, надевал красивую одежду, душился, поднимался на высокое видное место. И только после этого начинал повествование. Когда правитель Жафар бин Умансур поднял голос в мечети пророка, мир ему и благословение Аллаха, имам Малик, да будет доволен им Аллах, сказал, «Ты не возвышай голоса, ты находишься возле пророка, мир ему и благословение Аллаха». Шумные разговоры в мечети пророка, мир ему и благословение Аллаха, а Зубайди, да будет доволен им Аллах, в книге Итхаф, считает самым гнусным нововведением. Бейда. Имам Аль-Газали, да будет доволен им Аллах, в их я пишет, «Ты знаешь, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, знает о твоем приходе к нему, о твоем состоянии перед ним и о твоем зиарате. Твой салат и салам тоже доходят до него. Поэтому ты представь, что он перед тобой в могиле, но будь уверен, что он жив и вспомни о его высокой степени». Об этом в хадисе сказано. Всевышний Аллах на могиле посланника оставляет одного ангела, который доводит до пророка, мир ему и благословение Аллаха, каждый салам из его уммы. Этот хадис передали Анна Саи ибн Мажа Аль-Хаким. Также в хадисе передается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «На того, кто прочтет мне один салават, Всевышний прочтет десять», передал муслим. Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов. Иншаллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.